Дорогие друзья! Отложите свои гамки! Отвернитесь от своих компьютеров! Приготовьте ножницы, клей и бумагу! Потому что начинаются БУМАЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ! А, ДИСТАТЕ, ТЮК-ТЮК БУМАЖКИ! В одной, довольно бумажной местности Жили лось по имени Аристотель И дятел по имени Тюк-Тюк Однажды друзьям попалась интересная бумажная книга О далёкой и холодной стране Под названием Бумарктика Представляешь, Тюк, в Бумарктике Совершенно нет ни цветов, ни кустов, ни деревьев А что же там есть, Арри? Только лёд и снег Очень много льда и очень много снега Круглый год? Все триста шестьдесят пять дней? Но ведь это очень скучно! Не думаю, мой друг Ведь о скучном месте невозможно написать Такую толстую бумажную книгу Ари, посмотри, сколько красок И в каждое время года они разные А что интересного может быть в Бумарктике? Предлагаю не спорить, а самим всё узнать Ура! Мы отправляемся в самое настоящее бумажное путешествие Бумарктику! Что это, Ари? Такого в книге нет Это не что, а кто И кто этот кто? Я не знаю А это был пингвин Альбертик Он с радостью согласился показать Аристотелю и Тюк-Тюку Всё самое интересное в Бумарктике Бумажно, Ари! Тут точно так же весело, как и в нашем бумажном лесу Не могу с тобой не согласиться, мой друг В знак благодарности Ари и Тюк пригласили пингвина Альбертика в бумажный лес Погостить А теперь, после дальней дороги Хорошо бы попить горячего чаю С горячими пирожками Тюк, тебе не кажется, что что-то не так с нашим новым другом? По-моему, Альбертику что-то не нравится Пингвин Альбертик рассказал Ари и Тюку, что ему очень нравится в бумажной местности Что здесь очень хорошо, но очень жарко Надеюсь, так мы немного уменьшим температуру Не знаю, Ари, у меня температура наоборот увеличивается Несмотря на старания Ари и Тюка Пингвину Альбертику все равно было жарко И он попросил друзей махать еще сильнее Не хочу тебя расстраивать, Тюк Но, по-моему, нашего друга как ветром сдуло Именно так, Ари, и это совсем не бумажно Что же нам делать? Дорогой пингвин Альбертик Я бы не советовал тебе сидеть в холодильнике Так можно замерзнуть и стать совсем замороженным Замороженным? За каким мороженым, Ари? Ну, конечно, мороженое! Как бумажно, Тюк! Это ведь то, что нужно Ура! Как бумажно! Сначала сделаем рожок Для этого на листе бумаги нарисуем линии вдоль и поперек Вот так Теперь аккуратно сворачиваем его в виде кулечка И фиксируем клеем Замечательно! Теперь делаем шарики мороженого Для этого сминаем салфетку в комок Обматываем разноцветными нитками И крепим их к бумаге Поместим получившиеся шарики из мороженого в рожок И приклеим Ваше мороженое готово! Наш друг улетел А кусочек бумартики у нас остался Да, Арик! Несмотря на то, что бумажный лес Очень отличался от бумартики Было у них кое-что общее И здесь, и там Очень любили мороженое Ну, вот и все! До новых бумажных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok